Итак, ребята, цель курса 13-го, целых 9 уроков получилось довольно длинных. Ну, во-первых, что мы сделали? Я сейчас буду смотреть. Мы подправили алиас. Алиас это быстрый команд для управления сервером, чтобы нам не вводить там много кода. Я вас научил. А, это мы открываем файл алиаса. Вот вы видите, мы добавили команду arun для применения алиасов. И сразу исправили ошибку, не ошибку, а добавили алиас для просмотра апача в реальном режиме. ap2.log, то есть набрали быстренько, и мы сможем делать, что творится, если ошибки на сервере сразу быстренько и удобно. Там, обратите внимание, ребят школы, я поставил 5 строк. Вы, то есть, в алиасе можете выставить 10-15 строк, ну, как вам удобно. Я поставил 5 последних с обновлением, все там настроено правильно. Следующее, что нам понадобится все-таки PHP, потому что нам надо, наша цель была установить PHP MyAdmin. То есть мы видим, что она работает, мы с вами создавали базу, потом мы исправили некоторые настройки PHP, чтобы мы могли при импорте загружать абсолютно любые файлы сюда, да, то есть исправили. Что еще? Мы с вами еще, я сделал вам панорамный обзор, мы с вами разобрали. Мы с вами разобрали, а что же мы с вами разобрали? Есть твой раз, куда ты делась? Действительно. Мы с вами разобрали панорамный обзор, ну, так, потому что мы все почти сделали. А патчи мы установили, PHP мы установили, Python мы установили, установили удобный виртуальный в рапор, чтобы виртуальное окружение в любом активировать. Настроили ENV, уже создали проект, сегодня настроили MySQL сервер, мы еще настроим PostgresQL сервер, то есть в учебных целях мы настраиваем два. Зачем? Ну, во-первых, смотрите, у многих сегодня, так как на территории СНГ, то с MySQL, конечно, когда вы будете настраивать свой сервер, то однозначно PostgresQL тогда никогда не будет проблем. Почему? Потому что с MySQL, ну, надоели эти проблемы, то то не поддерживает, то то не поддерживает, ну, я тоже мучился много лет. Вот. Ну, и, значит, надо будет у кого сайты на MySQL переводить, поэтому все научиться. Ну, а кто с нуля делает, то, конечно, будет делать на PostgresQL однозначно для Django. Следующий урок у нас будет окончательный, мы с вами установим WSGI, то есть прослойку между Apache и Django, чтобы именно при помощи WSGI обрабатывать запросы наш Apache, да. Это стандартный сервер, да, классический, и потом все-таки мы доставим NGX, да. Я, наверное, неправильно написал, ну, ладно, вы понимаете, о чем я говорю. NGX, чтобы нам на Apache это чуть попозже вывести само приложение, а статику отдать NGX, что-то, да, будет, в принципе, все отлично. Пока так. Значит, то есть, чтобы в голове, вот, все мы делаем, но в голове вы должны представлять полную картину, да, что мы то делаем вообще, чтобы оно заработало, потому что сделайте первый сервер, потом, ребят, второй, третий, ой, пойдет, никуда вы не денете, здесь будете профи, с руками будут отрывать. Так, ребят, что еще мы сделали? То есть, основная задача была PHP MyAdmin. Дальше, ну, грубо говоря, мы установили MySQL сервер, PHP, PHP MyAdmin, далее позаботились еще, чтобы не забыть, включили сразу HTAS, хотя удобно, потом я показал, кто на Ubuntu устанавливает, когда Pai-то 7.2, там, пока не исправили ошибки, надо поправить PHP, дал решение к нашему дебянде, PHP 7, это не относится. Дальше, что еще мы тут делали? Ну, много чего. То есть, и я ребятам в школу говорю, вот видите, я все пишу аккуратно, и вижу, что Сергей это делает, вижу, что Володя Фомичев делает. Ребят, все в проекте пишем МКДОКС, не надо думать там, что, вот, сделали и все, потом вспомню, нихрена вы не вспомните, блять, кому сказал писать? Все, точка. Все писать, не надо глупости делать, все, что не делаете в Linux, все должно быть записано, каждое действие, сделали команду, записали. Ну, я ж не кричу так, вы ж не думайте, это я так в шутку, но кулаком я попил даже кулак, честное слово. Ребят, очень серьезно говорю, все пишите, не надо оставлять, приучайте к себя к аккуратной привычке все записывать, тогда как найдете. И желательно в этот гид подключили, отправили, то есть, что бы ни случилось с комптом, ваш проект всегда будет как положено. И, конечно же, дал домашнее задание, потому что я дал несколько способов, когда не пускает PHP мой админ, мне никогда она не пускала, поэтому приходилось что-то выдумывать. Я дал три способа, и вам домашнее задание, если мои способы у вас не сработают, хотя, скорее всего, сработают, да, то вы обязательно поделитесь своими способами. Ну, а те, кто начал с этого курса, то, ребят, новичков, значит, о чем информировали? Ребят, ну, во-первых, вот адрес, SPB, ВКонтакте, SPB, нижнее подчеркивание, тире тут, это школа. Здесь нет отключенных комментариев, это чистая информационная страница. Зачем? Вот пришел человек, и он может посмотреть, что происходит в школе. Кто начал с этого видео, начинаем с сайта spb-tut.ru. Ребят, сайт изменится, поэтому сразу предупреждаю, может, уже изменился, я его переписываю. Django 2 плюс сервер. Перед этим, ребят, смотрите, я рекомендую, я дам сейчас эту статью ВКонтакте, то есть, как правильно изучать уроки. Рабочее состояние. Где-то дам запись. Вот парень с Казахстана. Посмотрел видео, все правильно. Вот это видео, тут два видео посмотрите. То есть, посмотрел видео, вы составите план, как вы будете изучать. Вы пришли с нуля, вы будете Python с нуля изучать, потом будете Django писать, потом Kotlin, то есть, все. Но, ребят, я говорю, сразу ставьте Ubuntu, Ubuntu и начинайте работать, потому что, если вы потом хотите работать серьезно и с Django и серверами, вы должны поднатореть. Ну и потом, впоследствии, я делаю очень серьезный курс, очень серьезный, потому что мы здесь все делаем уже на профессиональном уровне. То есть, работаем с сервером, работаем с Django, создаем проект, будете обслуживать сами. Будем работать и с Django тоже уже на профессиональном уровне, потому что 17 суток уроков для новичков написано, но надо уже для профессионалов написать. Django 2 плюс VPS сервер курс идет. Крутой курс, да, согласен. Мне самому нравится, потому что, ну, я люблю, когда уже, тут уже ребята такие, которые прошаренные. Но вы тоже к этому придете. Поэтому, ребят, начинаем с сайта spb.ru. Здесь есть Python с нуля, и потихонечку в своем темпе придете. Все, ребят, все получится. Спасибо за доверие. Ссылки в описании.